Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о предпринимателях, о тех людях, которые делают нашу жизнь, на мой взгляд, интереснее, в каком-то смысле удобнее. А главное, что все эти люди двигают какой-то такой научно-технический прогресс, который нам помогает пользоваться всеми возможными, новыми, даже самыми простыми бытовыми устройствами. Но обо всем об этом мы поговорим с начальником управления предпринимательства и инвестиций городского округа Люберцы Павлом Коровиным. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Ну, сейчас, конечно же, слово «предприниматель» звучит очень часто. Слава богу, оно уже не имеет такого какого-то негативной окраски, которая еще встречалась когда-то там в 90-х, в начале 2000-х годов. И сегодня предприниматели не просто любят, но еще и поддерживают. Вопрос номер один, скажем так. Выход из пандемии, ситуации, которые складываются вокруг нас. Насколько сегодня, какова сегодня ситуация с предпринимателями в городском округе Люберцы? Вы как ее оцениваете? Городской округ Люберцы, он всегда был предпринимательско-активный район Московской области. У нас больше 19 тысяч субъектов предпринимательской деятельности на текущий момент. Мы всегда на лидирующих позициях по отношению с другими районами, по этому показателю. И пандемия, она, ну, достаточно была заметная в предпринимательском сообществе, но, тем не менее, преодолимая. И мы не растеряли наш предпринимательский потенциал, да, чтобы уметь как-то все-таки вывернуться даже в самой сложной ситуации. Но, насколько я понимаю, ведь предприниматели и поддержка предпринимателей не началась сразу, да, вот когда ситуация с пандемией ухудшилась. И до этого с предпринимателем работали, пытались их поддерживать, помогать. Верно я понимаю? Предприниматели старались всегда поддерживать, и предпринимательскому сообществу всегда уделялось особое внимание, потому что предприниматели платят налоги, которые пополняют бюджет городского округа Люберца, Московской области, и за счет этого могут финансироваться все социальные программы. То есть хорошо предпринимателю, хорошо... Хорошо предпринимателю, хорошо всем, в общем-то, да. Строятся парки, строятся общественные пространства и так далее. Живем лучше. Поэтому меры поддержки, они уже достаточно давно внедряются, внедрены, и эта тема, она развивается, появляются новые меры поддержки. Сейчас достаточно большой пакет уже. Ну вот давайте мы сейчас поговорим, потому что, смотря телевидение, читая какие-то бизнес-газеты и не бизнес-газеты, общаясь с людьми, есть такое ощущение, что да, какие-то меры поддержки есть, но вот как они работают, не все понимают. Конечно же, этого совсем не понимают люди, которые не имеют отношения к предпринимательству. Но наверняка есть и люди, которые на пути предпринимательства, мы поговорим отдельно о молодых тоже предпринимателях, что сегодня включает в себя, ну это комплект мер поддержки, это какая-то разноплановая схема, или она одна для всех? Как происходит поддержка бизнеса? Потом у нас же есть, мы понимаем это как малый бизнес, средний бизнес, там высокий бизнес, как, можно так сказать, как высокая мода. Начнем с мер поддержки. Значит, меры поддержки сделать какую-то одну универсальную для всех достаточно сложно, поэтому их есть достаточно большой пакет. И начиная вот даже с самых малых, для тех, кто только решил стать предпринимателем, ему достаточно сложно разобраться во всех этих вопросах. И вот здесь вот и у нас в городском округе Люберцы, и в Московской области самое основное сейчас это помощь, даже это как разобраться во всей этой информации, был создан инвестиционный портал Московской области, где аккумулирована вся информация о всех мерах поддержки, о площадках, о имуществе, которые можно использовать для предпринимательства. То есть что можно, а что нельзя, да? Совершенно верно. Пошаговые инструкции даже для тех, кто вот только-только решил стать предпринимателем, от момента, вот чем заняться, как зарегистрировать юрлицо, прям по шагу, что нужно сделать, куда пойти, какое заявление там написать. Это на портале, да, у вас? Это инвестиционный портал Московской области, вот, есть инвестиционный портал городского округа Люберцы. А, то есть который входит в состав Московской области, или у вас свой портал? У нас он достаточно давно был сделан, Московская область, ну, сейчас создала более такой серьезный глобальный инструмент, который охватывает всю территорию Московской области, да, и это достаточно удобно. Поэтому мы сейчас эту информацию будем консолидировать, да, под одной единой площадкой, скорее всего, под инвестиционным порталом Московской области. Вот. Итак, там все написано пошагово. Вы исходили из чего? То есть я же так понимаю, что там и юридические вопросы, которые рассматриваются с точки зрения, да, тех правовых актов, которые принимаются, да, то, что, ну, не каждый человек, даже будучи предпринимателем, может вычитать, понять. Потом есть такое понятие, как юридическое толкование того или иного момента. То есть кто работал над этими мерами и как они выстраиваются? То есть это изучение законодательства идет, и потом как бы с законодательного на русский язык переводится, верно я понимаю? Ну, изначально все это собиралось достаточно долгое время при общении с предпринимателями, при общении даже с молодежью, которые только заканчивают. Их запрос как бы. Да, да. То есть что, где мы собирали эту базу знаний, какие возникают вопросы, чтобы ответить на них, как вот в рубрике в такой, ну, спрашивали, отвечаем. Да, да, да. Вот. И впоследствии она вся в более удобную, варимую форму укладывалась для того, чтобы, ну, можно было легко и просто человеку с разными компетенциями, в общем-то, с этим разобраться. А если вот, например, человек, ну, все равно, это знаете, как вот сейчас мы куда-нибудь дозваниваемся, да, и нам хочется поговорить с живым человеком, потому что какой бы робот не был, какую бы роботизированную схему не смогли создать, да, все равно на каком-то этапе бывает момент, что невозможно это роботу объяснить. То есть нужна некая человеческая консультация. Вот если предприниматель сталкивается с какой-то проблемой, которая не описывается вашими схемами и теми затратами умственными, которые вы вкладывали в этот проект, он куда-то может обратиться за консультацией? Конечно. Для нас предприниматель это, ну, всегда индивидуальный проект у каждого, да, и поэтому и в Московской области как была создана, как и горячая линия, но 150, по которой можно позвонить и пообщаться уже с живым человеком. Также люберцы вошли в пилотный проект несколько лет назад по открытию муниципальных офисов «Мой бизнес». Люберцы были в числе первым, где этот муниципальный офис заработал, он сейчас есть, и там живые люди принимают, встречаются и разъясняют, подсказывают, в общем-то отвечают на все болезненные вопросы, которые возникают у предпринимателя конкретно вот прямо по его бизнесу. В том числе в администрации, да, то есть мое управление, мои люди заточены на это, чтобы индивидуально сопроводить каждого предпринимателя для того, чтобы решить его вопрос. Также у нас создана структура торгово-промышленной палаты, которая точно так же оказывает услуги консультационные и документального характера. Есть союз промышленников-предпринимателей, который точно так же включается в определенных вопросах, когда необходимо решить чью-то проблему. Достаточно большой у нас институт такой поддержки предпринимательства, достаточно большая команда, поэтому практически любой вопрос, с любого уровня, хоть начинающий предприниматель, хоть там малый, средний, большой, всегда есть те, кто смогут помочь. А вот предприниматели все-таки это что же люди? Люди разные, с разным характером, с разным бизнесом, с разным подходом. Они с удовольствием идут на этот контакт или все-таки часть предпринимателей пытаются решать свои вопросы самостоятельно, без вашей помощи, и только потом, понимая, что они где-то обожглись, они идут к вам? Вы же отслеживаете эту ситуацию? Конечно, отслеживаю. Но предприниматели, как и все люди, они действительно разные. У кого-то есть стереотипы, что надо по-тихому бизнес вести, чем меньше. Конечно. Но этот стереотип в последнее время практически уже разрушен, и люди прекрасно начинают понимать, что в одиночку достаточно сложно вести дела. Так или иначе, даже если в рамках городского округа, в рамках Московской области, вот это взаимодействие, оно помогает и налаживать кооперационные связи. То есть бывают такие вопросы, когда компании находятся на одной территории, практически не зная друг о друге, потом узнают, и оказывается, что они могут запартнериться по своему бизнесу. И это повышает эффективность предприятия, потому что логистическое плечо убирается, всегда на контакте с поставщиком или с производителем. Это удобно. Мы помогаем в этом вопросе, в том числе, как на территории городского округа, так и на территории Московской области. Создан даже портал, специальный портал кооперации, где предприниматели могут разместить информацию о себе, о том, что они производят, что они закупают. И система практически в автоматическом режиме подберет те компании, с кем, на кого можно обратить внимание. Где можно купить ту или иную комплектацию или сырье. Потому что сейчас в вопросах даже тех же импорта, замещения. То есть мы много говорим, что вот этого у нас нет в стране, в этом у нас в стране нет. Но часто возникает так, что мы просто об этом не знаем. То есть оно есть, просто нет об этом информации. И когда мы людям показываем, что это действительно у нас можно здесь покупать, это здесь производят. Иногда это становится приятным. То есть появляется какая-то другая логистика. Да, совершенно верно. Может быть, получится даже проще, чем было при правильной постановке. Компания, производящая здесь, она ищет рынок сбыта. Так как, допустим, какие-то иностранные компании этот рынок занимали, достаточно сложно пробиться. У нее маленькие отгрузки, она может меньше инвестировать в свое развитие. Когда рынок увеличивается, и возможности этой компании становятся выше. Повышается качество, появляются новые технологии. Ну и работает вечно тема спроса, рождает предложения. Да. Компании растут, создаются рабочие места, в общем-то. Ну о рабочих местах мы еще поговорим. Правильно я понимаю, что вы в сотрудничестве работаете с московско-областным порталом? То есть идет постоянный контакт, обмен мнениями какой-то? В Московской области есть две структуры, которые направлены на поддержку развития предпринимательства. Есть Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. И есть Агентство АНОАИР, Агентство инновационного развития. В общем, эти две структуры, они точно так же, только в рамках Московской области решают те же самые задачи на то, чтобы создавать благоприятный инвестиционный климат и поддерживать предпринимательство. То есть у предпринимателя есть несколько вариантов, как ему решать свои сложные поставленные задачи им же? Совершенно верно. Потому что городской округ Люберцы – это достаточно маленькая территория, плотно заселенная. И предпринимателю при его желании, допустим, какой-то инвестиционный проект развить, ему достаточно сложно приземлиться, просто потому что элементарно свободных земельных участков нет. Понятно. Вот сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим. Напомню, что у нас в гостях Павел Королин, начальник управления предпринимательства инвестиций городского округа Люберцы. Сейчас слово «предприниматели» мы слышим часто. И из больших кабинетов раздается всевозможное обещание, что предпринимателям будет жить лучше и интереснее, и возможности будут предоставлены. Ну а во второй части продолжим этот разговор в программе «Открытый диалог». Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Павел Королин в студии, начальник управления предпринимательства и инвестиций городского округа Люберцы. Пример министра России очень внимательно следит за работой предпринимателей. И эта фраза звучала во все сложные времена, которые в последнее время происходят, со всеми событиями связаны. Слово «предприниматель» чуть ли не в первых пунктах поддержки граждан и так далее. Насколько реально эта поддержка, которая идет с самого сверху, вы же тоже, наверное, контролируете, она распространяется на конкретном регионе, в данном случае городском округе Люберцы. Вы ощущаете ее, эту помощь? Конечно, ощущаем. То есть меры поддержки, они разные пласты затрагивают предприниматели. Начиная от федеральных проектов, которые распространяются на всех, и заканчивая нашими местными мерами поддержки. Потому что в городском округе Люберцы точно так же выделен бюджет на развитие и поддержку предпринимательства. У нас есть муниципальная программа по развитию предпринимательства. И в рамках этой программы есть мероприятия, которые позволяют возместить определенные затраты на модернизацию оборудования или на лизинговые платежи при договоре лизинга. Тем самым компания сэкономит определенное количество финансовых ресурсов и выйдет быстрее на окупаемость. Ну и потом рабочие места, сохранение по возможности каких-то людей, которые работают в этом проекте. Это важный момент и сохранения, и создания рабочих мест. Потому что у нас достаточно высокая маятниковая миграция. Много людей едут работать в Москву. Ну, по ряду причин. Рядом. Рядом. Метро у нас. Транспортная доступность с Москвой самая лучшая сейчас. Ну и зарплаты в Москве немного повыше. Но в последнее время стали наблюдать тенденцию разворота определенного. То есть компании регистрируются в области, переходят в область. То есть идет локализация именно в области. В том числе мы в некоторых вопросах помогали компании перерегистрироваться в регион, перерегистрироваться в Люберцы. Чтобы здесь создавались рабочие места и налоги поступали в бюджет уже Московской области, городского округа. Так что они оттуда на метро едут сюда. Ну, есть и такое, да. То есть сейчас в настоящий момент сальдо маятниковой миграции отрицательных больше уезжает. Но к нам приезжает достаточно большое количество. Порядка 8 тысяч человек ежедневно приезжают к нам на работу. Ну вот такой вопрос. Он тоже немаловажный. Потому что что такое предприниматель? Человек что-то предпринимает, планирует какой-то бизнес. Существует какой-то контроль за тем, что открывается, что необходимо. Условно говоря, нужно ли открывать в городе 10 бань или 2. Или нужно, например, открывать 15 точек продажи каких-то товаров. Или 3. Или просто так же, может, 10 человек вдруг подумали, вот нужно то-то. Я буду продавать условно какую-то клубнику. Я хочу такую клубнику продавать, а я такую. Как существует распределение? Или вы не влияете на те предложения и спрос, которые работают в обществе? Ну, в данном случае работают рыночные механизмы. Здесь могут открыться 10 бань. Но выживут лучшие, те, кто предоставляет лучшие услуги за лучшие деньги. Мы, естественно, мониторим этот процесс. Потому что, когда люди к нам обращаются с вопросом, а что лучше, на что есть спрос, мы стараемся дать ответ на это, чтобы люди не обжигались. Потому что, когда он начинает предпринимательскую деятельность, вкладывает в эти деньги, потом прогорает, это не есть хорошо. Тем более, если мы его поддержали, в том числе и финансово. То есть вы можете сказать, знаешь, вот эту восьмую баню, конечно, ты можешь открыть, ты вложишься, тебе надо то-то, 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 потратишь то-то, то-то, то-то. А вот выхлоп может оказаться... Так оно и происходит. Потому что, как правило, на услуги, которые адресованы, в общем-то, народного потребления, есть запрос от жителей. И если мы этот запрос видим, то, естественно, мы в предпринимательское сообщество этот сигнал даем. Ну, я так понимаю, что вот молодые предприниматели, о них мы тоже должны вспомнить, которые только приходят, и которые только учатся, и которые хотят что-то попробовать, и у которых наверняка в голове много чего перемешано, намешано, и им кажется, что они гениальны, и что они сейчас прямо займутся этим делом, и все, и у них будет просто куча денег. Как вот вы с ними работаете? Можете ли вы им предложить, например, какое-то направление? Или действительно уберечь уж их-то точно от какого-то неправильного шага? Ну, мы стараемся, если человек горит идеей, да, это ключевое, не гасить эту искру, да, поддержать. Есть дискуссионные площадки в виде круглых столов, проводят у нас мероприятия и сообщество «Нежный бизнес», где сейчас у нас девушки очень активные в предпринимательском деле. И там в процессе обсуждения, дискуссии, в общем-то, вот этот момент, он полируется, и идея, в общем, обретает иногда, либо может трансформироваться, либо какой-то новый взгляд на нее появится, и предприниматель меньше ошибок допустит. Правильно я понимаю, что это какой-то этап обучения предпринимателю? Он существует, есть в программе? У нас в свое время была такая история, да, как бы бизнес-школа некая, да. Ну, мастер-классы какие-то. Мастер-классы, да, к сожалению, вот сейчас надо, наверное, к ней вернуться более. Потому что меняются времена, да. Времена меняются. Не все успели перестроиться, да. Да, и, ну, нету, опять же, рецепта какого-то универсального, да, как стать предпринимателем, потому что, видимо, вот этот вот предпринимательский характер, это небольшое количество, да, то есть 5% людей могут быть успешными предпринимателями. Это где-то вот именно в человеке у него должно быть, ну... Моторчик такой сидит, да, 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 и он готов... Люди предприимчивые, которые готовы рисковать, то есть принимать какие-то решения, брать на себя ответственность, вот. И через этот этап должны пройти в любом случае все, и многие действительно обожгутся, ну, без этого. Ну да, многих не переубедишь, многие все равно должны пройти этот путь, понять и больше не совершать этих ошибок. Я еще хотел коснуться темы... У вас должность называется начальник управления предпринимательства и инвестиций. Вот в предпринимателях мы сейчас слышим, да, по крайней мере, те заявления, которые делаются из всего того, что вы сказали. Понятно, что несколько даже практически индивидуальные подходы есть к людям. А что касается инвестиций, они сейчас есть или они временно куда-то растворились? Нет, инвестиции есть. Ну, достаточно большой объем инвестиций в Люберцах – это жилищное строительство сейчас, да, то есть потому что, опять же, близость к Москве, транспортная доступность хорошая, жилье подешевле, то есть это рождает спрос как раз на жилье, идет много строительства. Вот. Но, тем не менее, и в сфере промышленного производства инвестиции есть. Вот буквально месяц назад мы открывали, ну, третью очередь, да, инвестпроекта у нас, компания «Энергоконтракт», которая производит ткани из арамидных волокон. Это вот практически в свое время, как раз когда начались процессы импортозамещения, они… было первое производство, которое ткань начала выпускать. Вот. И они вложили порядка еще дополнительных 700 миллионов рублей и организовали новое производство. Компания «Росавтономгаз», вот мы планируем в следующем месяце открыть производство, тоже производят оборудование для газовой отрасли. Вот. Много в сфере логистики, потому что, ну, такое соседство, как Москва, такой мегаполис, оно, конечно, требует обеспечения и товарами, и так далее. Поэтому очень востребованы складские площади у нас сейчас. И это, наверное, второе после жилья, да, во что инвесторы хотят здесь вкладываться. Вот. Поэтому эти проекты есть. Мы ограничены, конечно, территорией и теми небольшими земельными участками, которые есть. То есть наше желание какой-то реализовать более масштабный инвестпроект здесь будет достаточно проблематично. Но работа идет. Работа идет. Мы смотрим, то есть она идет как бы с умом, да, мы смотрим о том, что в наших реалиях, да, и в той локации, где Люберцы находятся, какие-то крупные производства достаточно проблематичны. Мы смотрим сферу IT, инжиниринга там и так далее, потому что эти компании, они не требуют больших площадей. Ну да, то есть как бы с ними попроще. Да, их проще приземлить, и отдача налоговая от них достаточно чаще, даже больше, чем какое-то промышленное производство. Ну вот, возвращаясь к предпринимателям, подходя уже к завершению программы, но ведь немаловажный вопрос. Слово «конкуренция», вы сами говорите о рыночных отношениях, слово «конкуренция», оно же присутствует. А если мы говорим о некоем сообществе, да, предпринимателей, то все равно некое таинство и скрытность здесь должны присутствовать. То есть если я предприниматель, наверное, мне не очень выгодно раскрывать всю мою, так сказать, схему создания моего бизнеса. Вот как этот вопрос решается, чтобы как бы и помочь, и одновременно не заставлять, ну, не вынуждать человека скрывать или, наоборот, раскрывать свои тайные подходы к своему бизнесу? Ну, мы ни у кого тайны не выведываем. Здесь предприниматель сам решает, что сказать в тайне, а что можно, в общем-то, показать. Да, и иногда бывают такие трансформации, действительно. То есть когда компания считала, что это, ну, была достаточно закрытой, и, ну, в общем, это наши там секреты, наши ноу-хауы. Но потом иногда приходит осознание о том, что это ноу-хау, эти секреты могут являться как раз хорошим конкурентом преимуществом, которым нужно сказать, да, что вот у меня вот это вот лучшее. И привлечь внимание. И привлечь, да. И происходит разворот, и компания становится более открытой, в общем-то, это, ну... То есть это, опять же, элемент предпринимательства, то есть каждый решает, как ему лучше себя преподнести. Да, это такие мировые практики есть, то есть как промышленный туризм, да, у нас в Московской области эта тема поднимается сейчас тоже, да, то есть когда компания, она достаточно открыта и хочет показать, как это делать со своему потребителю, потому что скрывать нечего. У нас есть достаточно серьезное производство мебельное, кухонный двор, который проводит экскурсии предприятия. Ну да, чтобы посмотреть, как делается конкретная табуретка. Да, и что это на современном оборудовании, специалисты из высококачественных материалов. Вот, это повышает доверие потребителя. Ну да, и повышает спрос, и опять же, предложение, эти два вечных двигателя. Да, конкуренция, она в этом плане только всем на руку, потому что если кто-то подглядел конкурента, сделал лучше, в общем-то, выигрывает потребитель. Да, все равно тот, кто начинал, про него могут потом и не вспомнить, поэтому надо все время находиться в движении. Павел Коровин, начальник управления предпринимательства инвестиций городского округа Люберца, был в гостях в нашей сегодняшней программе. Мы узнали, что предприниматели, а, есть, что они с пандемией не убило бизнес в городском округе Люберца. Все ситуации, которые сейчас складываются, тоже под контролем с точки зрения работы с предпринимателями и с инвесторами возможными. И этот кластер работает. Желаем вам удачи и ждем с новыми приятными сообщениями и с новыми молодыми предпринимателями, которые должны улучшать нашу жизнь. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пеменко. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok